В рамках года охраны окружающей среды, объявленной президентом страны на территории Российской Федерации, правительство Омской области утвердило свой план мероприятий по проведению этого года. На чем именно будет сделан акцент? Что планируют сделать в ближайшее время? Об этом мы побеседовали с министром природных ресурсов и экологии Омской области Николаем Лебедевым. Кстати, задали ему вопрос, будет ли в этом году разрешена весенняя охота. Итак, вот как известно, этот год на территории Российской Федерации президентом объявлен годом охраны окружающей среды. Я знаю, что в соответствии с этим на территории Омской области выработана своя программа, утверждена охрана окружающей среды. Вот, ну, может быть, неподробно, но в чем суть этой программы и какие основные акценты будут сделаны? Ну, я бы, наверное, разделил, так сказать, да, ответ на этот вопрос. То есть программа по охране окружающей среды у нас действует на 2010-2015 год, то есть там свои мероприятия, так сказать, да, они распланированы, заложены в бюджет на вот этот период с 2010 по 2015 год. И осуществление мероприятий этой программы, оно идет само по себе. Но в связи с тем, что президент своим указом объявил 2013 год годом охраны окружающей среды на территории Российской Федерации, разработан некий план дополнительных мероприятий, которые будут приурочены именно к этому самому году охраны окружающей среды и которые будут проводиться в Омской области в этом году. Но, конечно, хотелось бы вот на чем заострить внимание. Поскольку, скажем, никакого дополнительного финансирования под объявленный год охраны Российская Федерация не предусмотрела, то и в нашем бюджете Омской области тоже никаких дополнительных ассигнований на осуществление мероприятий тоже не предусмотрено. Поэтому большая часть тех мероприятий, которые запланированы, они как раз рассчитаны на использование населения Омской области, то есть на привлечение населения к участию в наших программах. То есть мы уже в прошлом году, например, начали такие, я не знаю, как их назвать, мероприятия, ну, субботники, если хотите, воскресники по очистке отдельных территорий города Омска. В этом году мы планируем эти мероприятия сделать более масштабными, более массовыми. То есть и мы надеемся, что население Омской области, города Омской области, оно поймет нас и откликнется. То есть мы хотим, чтобы как можно больше людей, как можно больше мячей и жителей области прониклись вот этой идеей сделать наш регион чище. Вот если мы все вместе это все уберем, то мы все вместе и не будем потом после этого портить эту чистоту. Будет проводиться целый ряд конкурсов, да, например, там, лучший двор, лучший приусадебный участок, лучшая, самая зеленая школа и так далее, и так далее. То есть с тем, чтобы мы хотели бы, чтобы вот как можно больше людей заинтересовалось вот этими конкурсами, приняло в них участие, да, потому что, ну вот приятно же не только, когда вот ты что-то делаешь, а когда тебя еще отмечают, когда тебя поощряют за достигнутые результаты, за там красиво украшенный балкон, так сказать, за красиво обустроенный двор, за пришкольный участок, который тоже вот сделан так, что любо-дорого смотреть. И вот ориентир вот этой программы, он как раз на привлечение населения, на вовлечение населения в активную работу по очистке территории города и области, по обустройству этой территории. То есть, ну, мы, например, опять же, наши лесники, наши садоводы, декораторы, они готовы предоставить посадочный материал. Пожалуйста, значит, только сажайте его, только украшайте дворы, улицы, территории школ, территории больниц, территории детских садов и так далее. Вот каким нам представляется в идеале работа по реализации мероприятий программы. В прошлом году весенняя охота в Омской области у нас была закрыта. Как в этом году обстоят дела? В этом году мы проводим соответствующие исследования, мы привлекаем ученых для того, чтобы они высказали свое предложение по поводу того, а можно ли в этом году открывать весеннюю охоту. И, соответственно, то решение, которое будет принято губернатором Омской области, оно будет основано исключительно и только на выводах ученых, на заключение государственной экологической экспертизы. То есть, если оно будет положительным, благоприятным, то есть ученые-биологи скажут, что да, открытие охоты не повредит, не нанесет существенного вреда пернатому поголовью, тогда эта охота будет открыта. Если же они будут нам рекомендовать эту охоту в целях увеличения численности поголовья дичи, эту охоту закрыть, то мы, я думаю, прислушаемся к мнению ученых.